Здравствуйте, это программа «Важная тема». Меня зовут Ефим Овчинников. Сегодня в нашей студии поисковик Илья Герасев. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Илья, я так понимаю, что ваши коллеги-поисковики потихоньку завершают сезон. Можно ли говорить о каких-то итогах? Сколько солдат удалось поднять в этом году? Нашлись ли родственники? Сезон до сих пор продолжается, и он будет продолжаться до того момента, пока земля не замерзнет и не выпадет снег. А так, по предварительным итогам, в фонда эстафета поколения найдено 188 красноармейцев, точнее 187. Один из них финский солдат. Поисковикам 12 солдатам удалось вернуть имя. Но были найдены солдатские медальоны. И вот сейчас идет активно поиск родственников. Насколько тяжело бывает найти родственников? Насколько много на это нужно тратить времени? Ну, вообще, если глубже окунуться в поиск родственников, то, конечно же, существуют сайты, где работают волонтеры со всей России, которые активно подключаются к поиску родственников. И, как правило, удается найти всех родственников. Очень редко, когда никого-то не находим. В каких районах Карелии работали в этом году и с чем это связано? Значит, мы работали практически во всех боевых регионах. Основные районы, в которых мы работаем, это Пряжинский, Кондопожский, Медвежегорский. Было две экспедиции. Лововский район, так немного Оланецкий, Прионежский. Так или иначе, главное для вас найти останки солдат и их родственников. На столе перед вами капсулы с именами. Где они были найдены? О чем они рассказывают нам? Ну, это так называемый солдатский медальон. Неправильная формулировка, что он смертный. Это был солдатский медальон, штатная вещь, которая выдавалась каждому красноармейцу в 1941 году. Это единственный документ, по которому можно идентифицировать воина. И, к сожалению, не всех они были. Мы находим, наверное, у процентов, наверное, у трех всего эти капсулы. Вот эти вот они бывают и в таких капсулах бывают и в металлических гильцах. Ну, для нас это, скажем так, информация из прошлого, где написана информация, которую заполнял сам боец. Так положено. Что написано на этих листочках? Значит, на этих листочках написано фамилия, имя, отчество, воинское звание, год рождения, уроженец какой республики или края, области, может быть, район и, самое главное, адрес семьи, где он проживал на тот момент. Ну, и каким РВК был мобилизован, и даже была группа крови по Яну Янскому. Это та информация, которую они должны были заполнять, потому что были и штатные вкладыши, были и, в общем-то, и нештатные, потому что на всех не хватало, они заполняли обычную. Встречали ли что-то необычное, какую-то информацию на таких вкладышах? Писали ли солдаты, может быть, послания потомкам какие-то бывали? Послания в России я читал, в интернете есть. Мы подобного не было, конечно, но писали, что вот передать, если что, любимой жене. А капсулы, которые принадлежали солдатам, те, что лежат перед нами на столе, откуда эти люди? Ну, вот это Словского района, потом Спряжинского района, и вот этот вот красноармеец был найден буквально в эти выходные в районе ТЭЦ, Прионерского района, ну, я бы сказал, даже прямо на территории города. Это 37-я стрелковая дивизия, это как раз последние дни обороны Петрозаводска. Кроме капсул с именами солдат, адресами их семей, вы же находите много всего интересного в лесах. Я знаю, что в этом сезоне удалось даже самолет найти. Расскажите об этом немножко. Да, ну, наш фонд, наша организация, она работает прежде всего по обращению граждан. Вот как раз вот недавно обратился к нам лесник из Ланецкого района, который сказал, что он в лесу обнаруживал самолет, и выезжали в Ланецкий район, нашли место падения, нам указали на место падения самолета Ил-2, штурмовик, в том районе. Вы были уже на месте? Да, были. Как это выглядит? Нашли самолет в лесу? Торчит крыло, хвост или что? Наша задача, прежде всего, это найти пилот. Само железо нас не очень интересует. В данном случае был ли найден пилот? Нам не удалось определить экипаж, потому что, прежде всего, он определяется по наличию каких-то личных вещей, а прежде всего, это парашютная система. Если есть парашютная система, значит, пилот есть. Мы этого не обнаружили. Второй момент, это можно обнаружить по номерному агрегату самолета, чтобы определить, пропал ли без вести этот экипаж, чтобы понять, есть ли смысл искать дальше. Но пока мы не нашли. В связи с издаленностью и коротким днем мы пока работу приостановили. Какие-то еще необычные находки были в этом году? Наверное, пожалуй, отметил работа в Лоузском районе, когда мы нашли на немецких позициях небольшое захоронение. Немцы сами захоронили вот эти солдатские медальоны. Потому что любая находка, солдаты – это человеческие судьбы, это войсковые операции, которые скрываются, которых раньше, можно сказать, не было известно. Каждый случай – это вообще индивидуальный и рассматривается уже как с точки зрения, с исторической точки зрения, как исследовательская работа. Вы со своими коллегами из-за рубежа общаетесь, честно, или нет? Да, мы общаемся с коллегами из-за рубежа. В частности, это Исма Миканин, финский солдат, который был найден в этом году в Виллагоре. Они приезжают каждый раз, и мы передаем останки, и они забирают. Есть такой проект «Рубежи Петрозаводска». Я знаю, что недавно под него вы получили грант около миллиона рублей. Там у вас созданы такие объекты, как окопы, землянки, траншеи. Зачем это нужно, прежде всего? Это пригодится, прежде всего, для самих петрозаводчан, потому что у нас все-таки город воинской славы, и наши жители должны знать, где находились действительно рубежи Петрозаводска. Они находились первый в Виллагоре, второй на высоте 168,5. Грант, который мы получили, это будет в основном на высоту 168,5 благоустройство, которое будет официально открыт 6 мая 2016 года. Там вообще место уникальное, поэтому я думаю, что стоит того, чтобы люди о нем знали и постоянно туда приезжали. Там же тоже есть захоронение с воинскими почтями солдат хоронено, да? У Виллагоре? В Виллагоре, да. В Виллагоре захоронено... Сколько там уже солдат? 800 красноармейцев в Виллагоре захоронено. И каждый год мы проводим захоронение, потому что как только мы находим всех в Пряжинском районе и всех под Петрозаводском, мы ежегодно захороним в сентябре месяце. Это вторая суббота сентября. Председатель фонда Александр Анишин внес предложение, в Петросовет, чтобы вторая суббота сентября праздновалась как День обороны Петрозаводска. Сейчас создана рабочая группа, мы работаем над этим вопросом. И в Виллагоре как раз проходит каждую вторую субботу сентября мероприятие по захоронению воинов, которых мы нашли в течение сезона. Грант в помощь поисковикам. Кто-нибудь еще поисковиков поддерживает вообще сейчас? Это принято или нет? Что касается памятных мест... Всю жизнь такое ощущение было, что ваше движение держится только на энтузиазме. Ну почему? Есть грантовая поддержка Министерства молодежи, как поисковиков. По рубежам, конкретно памятным местам, есть очень много организаций, которые действительно помогают. И материалами, и лесом нам помогали, и ПГС, и грунт нам привозили. То есть впечатление мое ошибочное. Это хорошо, что я ошибся. Есть на самом деле очень добрые люди, которые помогают. Илья, скажите, пожалуйста, когда замерзает земля, то есть зимой, чем занимаются поисковики? Это же не только работа в лесу у вас. Ну прежде всего это проекты, которые мы воплощаем в взаимодействии с государственными структурами. Например, у нас сейчас проект совместно с Национальным архивом Республики Карелия. Мы снимаем фильм «Рубежи Петрозаводска». В марте месяце у нас будет проект совместно с Национальным музеем Республики Карелия. У нас будет выставка поисковых находок «Рубежи Петрозаводска». Проводится большая работа в архивах. Ведется поиск родственников. Ну и собирается материал для будущих экспедиций. Спасибо большое, что пришли. Удачи вам в вашем непростом, но очень нужном деле. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Важная тема». Меня зовут Ефим Овчинников. Этот и другие выпуски можно найти на сайте tnt.defisonego.ru. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова